приветствую друзья на связи андрей жариков сегодня 25 августа 18 года исполнилось ровно 15 месяцев со дня знаменитой конференции которая состоялась 25 мая 17 года и на которой господин рабала объявил что в связи с началом процесса легализации и получения лицензий компания агам приостанавливает финансовые операции для инвесторов из четырех стран германия польша казахстан и украина мистера балла заверил что это всего лишь необходимая временная мера которая нужна для того чтобы изменить базы данных для получения лицензий и по его словам уже 12 июня 17 года кабинета будут работать как обычно но мы с вами прекрасно знаем что функция вывода в кабинетах не появилась не в июне не в июле не в каком-либо другом месяце фактически инвесторы из этих четырех стран германия польша казахстан украина не могут ничего выводить уже на протяжении 15 месяцев несмотря на все заверения несмотря на все красивые обещания лидеры квест и в своих чатах пишут не надо слушать всяких там негатив щеков нужно слушать проверенную официальную информацию от самой компании абсолютно согласен поддерживаю наверняка вы помните знаменитый прямой эфир из мадрида от 19 июля семнадцатого года на данный момент его посмотрели уже 50 тысяч раз и во время этого эфира выступал никто иной как сам господин рабала где рассказывал о запуске собственного банка агам и во время своего выступления господин рабала продемонстрировал детальную подробную диаграмму в которой по шагам по месяцам расписано создание собственного банка агам вот смотрите наверх на вершине слайда написано открытие банк атлантик 2017 2018 год ну просто шикарно все расписано и так смотрим 2017 год зеленый заголовок значит создание компании и получение лицензий это запланировано на 2 и 3 кварталы семнадцатого года то есть подача документов регистрация компании получение лицензий то есть уже четвертому кварталу семнадцатого года банк должен получить лицензию скорее всего получил скорее всего получил это же корпорация номер один у нее все четко по плану и смотрите уже в четвертом квартале семнадцатого года по плану что должно происходить что компания внедряет различные системы строительство инфраструктуры создание инфраструктуры самого банка что сюда входит наем персонала аренда помещений создание айти систем и дата центра и наконец финн тех solutions и все это господа должно произойти в течение четвертого квартала семнадцатого года и первого и второго квартала восемнадцатого то есть по сути течение первого полугодия восемнадцатого года это все по плану уже сделано и вот смотрите начиная с третьего квартала восемнадцатого года то есть получается с июля месяца с июля месяца восемнадцатого года и далее что у нас тут написано на голубом фоне the bank is fully operational по-русски банк полностью функционирует полностью функционален смотрите уже во второй половине 18 года то есть начиная с июля ну что разве не так что ли рабала же врать не будет вы что это же великая корпорация в которой все расписано на годы вперед вот видите тут даже 2019 год упоминается получается что еще год назад мистер абала в деталях подробностях расписал все этапы создания банка агам и на данный момент банк полностью функционирует поэтому прекращайте задавать дурацкие вопросы когда вывод когда вывод банк полностью функционирует поэтому просто обращайтесь банка гам и выводите спокойно свои деньги остается только уточнить небольшой нюанс где этот банк находится и как туда обращаться ну и мы с вами знаем что известный диего мартин который на протяжении последних месяцев обещал участникам своей группы которые на данный момент составляет уже 15 тысяч человек обещал что именно в августе все состоится в августе все начнется он будет назначен генеральным директором потому что он кандидат номер один именно в августе он возобновит работу компании и в августе начнутся выплаты но понятное дело что всякие слабоверные у кого не хватает веры в компании уже начинают сомневаться а сможет ли диего в оставшиеся дни что-то там возобновить ну я считаю что такой великолепный бизнесмен как диего мартин способен восстановить работу компании выплаты даже если один день остался принципе 6 дней для него это немалый срок поэтому давайте не будем торопиться с выводами а ждем когда же диего мартин наконец начнет действовать что касается последних сообщений из чата диего мартина то последние сообщения которые диего мартин написал в своем чате датированы 23 августа то есть два дня назад когда диего мартин написал hello эльмира и hello жанна безусловно это очень ценная информация для 15 тысяч человек но не будем торопиться с выводами мы понимаем что диего мартин сейчас очень сильно занят потому что он усиленно не покладая рук занимается восстановлением работы компании и безусловно возобновлением выплат и уверен что это все должно произойти уже в ближайшие дни поэтому следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго